Всем привет дорогие друзья! Сегодня вы на моем канале увидите первую русскоязычную распаковку планшета Huawei Mediapad M6 Turbo Edition синего цвета. Продолжение следует... Всем привет! Ну что, ну вот и свершилось. Наконец-то ко мне пришла долгожданная и самая дорогая посылка, которую я только когда-либо заказывал в своей жизни. Да, у меня уже был горький опыт, я заказывал себе планшет практически такой же тоже, Mediapad M6, но только версия была 4,64, здесь 626 и Turbo Edition. То есть есть кнопка, которая включает второй процессор и ускоряет его намного сильнее. Зачем мне нужен планшет для монтажа видео? Все дальше расскажу. Сегодня только распаковочка, но меню, разные тесты, куча всяких сравнений. Все будет на канале обязательно. Будем его сравнивать и в хвост, и в гривы, что говорится. Как вы уже знаете, у меня был горький опыт покупки планшета, поэтому в этот раз я отнесусь намного серьезнее. Ребят, вы просто не представляете на самом деле, насколько для меня важна эта посылка. Смотрите, чехол пришел уже давно, две недели назад, и он дразит меня. То есть я уже знаю размеры, как бы, да, уже его это. Я даже, знаете, еще до того, даже как пришел чехол, смотрите, я вывезу из картонки его точную копию. И как бы смотрел. Мне планшет нужен исключительно для монтажа видео практически, да, ну и в остальном тоже там пользуются как мессенджерами, соцсетями. Его ставил, он у меня как икона стоял все время, я ходил и смотрел, думаю, как же он будет выглядеть. В принципе, что хочу сказать. Вот, мой любимый Mi Max 3, почти год у меня находится этот телефон в пользовании, очень им доволен. И только меняю я его из-за процессора. Маловато мне его производительности. Я сейчас стал монтировать тяжелые видео, длинные, большие, да, и в 4К хочу сейчас поснимать, GoPro купил из-за этого. Во-первых, он не может 4К монтировать. Опять же из истории, я купил планшет Samsung Galaxy Tab S6, вот, отличный, мощный, 855 Snapdragon, 6 гигов оперативный, понимаете, 120 встроенный. Видели, есть распаковочка, есть там тесты, все. Но, чем он мне не понравился? Он большой. Вот, я и его вырезал. Вот, смотрите, в сравнении. То есть, этот вот такой, этот вот такой. Да, я на нем поработал. Скорость изумительная, очень мощный, крутой. Но, смотрите, как неудобно. Я потом покажу, почему мне неудобно монтировать. Потому что, когда я монтирую, я держу его вот так. И у меня палец, то есть, до ленты монтажа не достает. Я потом покажу изблизи, кто будет покупать, заказывает планшет. Смотрите, какая история. Продавец указал, что стоит 15 долларов этот товар. Какая-то игрушка, то история, там, или что. Но таможне все равно, знаете, какая-то глупость такая получилась. Она мне уже его такая выдает. На, тиск, все, я забираю. И вот такую уже сумку, раз. Она как змеюка такая выпрыгивает из-под столешника. Хватает у меня его из рук такая. Мы не можем его отдать. У вас тут что-то не проходит в таможне какая-то, это самое. Все. В результате надо ННН. ННН у меня с собой не было. Они меня послали, короче, за ННН. Мне пришлось домой вернуться, опять туда. Потом что-то они на компьютере там 2 часа сидели, сидели. О, кое-как, все, короче. Ладно, заплатил я почти 2000 рублей, 1900. И, наконец-таки, получил. Ну, и сейчас небольшую предысторию, потому что все, распаковка-то быстро закончится, да? Когда я купил тот самый планшет Mediapad M6 464 в золотом цвете. Шампань называется, как он по-моему. Вот. И в чем мое разочарование было? В принципе, есть ролик, смотрите, как я разочаровался и почему. Медленная прокрутка была, не смог никак изогрессироваться. И для меня, знаете, просто стало долгом чести, чтобы опровергнуть все эти вещи. Я вот больше, чем уверен, что мне просто попался либо бракованный планшет, либо я купил его просто не в то время и не в то месяц. Я еще сам дурак, потому что я попросил продавца, чтобы запечатанный мне его выслал. Как с завода. Все окей, так и получилось. А как с завода, он мне не установил туда ни Google сервиса, ничего, ни Google Play. И получилось, что сам я этого сделать не смог. Но не смог. Опять же, со мной все спорят постоянно. Вот вам отвечают, что форум 4 пода, знаете, что будете смотреть. Вы сами спуститесь по вашему же вот этому вот форуму и посмотрите. Вы же сами, модераторы и прочие, все писали, что да, пока временно. Какой-то вот этот портал или что-то там закрыто. И никто не может этого установить. Проблема нерешаема была в тот момент, когда я просто вот так вовремя купил. Распаковочка, ребята. Какая-то это. Боже мой. Кстати, а что это он в заводской упаковке тоже? Мне что-то я боюсь уже. Я уже боюсь. Ну, пупырка, хочу сказать, что-то вся сдутое. Его что, лопали, что ли? Блин, он тяжеленький-то. Он в заводской упаковке. Хотя, может быть, китайцы так упаковывают? Сейчас покажу ближе. А, ну, в принципе, это. Штокерочек вот такой черный. Ну, собственно, в пленочке он вот так вот выглядит. Сейчас просто бликует. Да, давайте пленочку снимать, потому что ничего не видно вам там. Блядь, в пленке. Глядь, я не могу. Не, кстати, вот тут видно было, что это китайцы сами напаяли уже, по-моему. Ладно. Все равно приятно. Еще как приятно. Короче, ребят, нет, все, ничего не понятно. Все отлично выглядит. Такой, опять же, как софт-тач. Ну, похож как на тот. Да, коробка такая, один в один. Такая, знаете, такой приятный, такой, как цепляется, как софт-тач. Чем интересен этот планшет? Он очень, на самом деле, крутой и интересный. В принципе, вот это все вы, наверное, уже видели по несколько тысяч раз. Но расскажу для тех, кто не видел. Смотрите, вот что здесь интересный момент. У него жидкостное охлаждение, вентилятор. То есть, видите, как на компьютере у него. Есть какой-то мини-вентилятор и трубка с жидкостным охлаждением. Вот. И субпроцессор дополнительный у него. GPU Turbo. То есть, на самом телефоне будет кнопочка, на этом планшете. Нажимаете, и второй GPU Turbo включается в процессор. И просто поперло все куда-то, не знаю, в космос. Сравнительно с 855 становится Snapdragon. Ну, 6 гиганты оперативной памяти, 128 гиганты встроенной. Самая кульминация события, так плотненько прям, опять же. Apple. Apple. Ну, похоже, да. Он, кстати, должен быть потолще, чем тот, который у меня был. 4,64. Ну, простая версия, не Turbo. Вот это я реально не ожидал. Я даже вам не показываю. Потому что я сам пока это самое. Он намного же мои эти ожидания оправдал. Он тоньше. Я думал, он будет прям толстый, толстенный какой-то. Он 8,2, по-моему. Ну, как красиво же он выглядит. Смотрите, как переливается, да, вот это все дело. Ладно, я сейчас потом покажу, чтобы не бликовало. Вот для планшета просто тонкие рамочки. Все отлично. Просто все отлично. Что хочу сказать по первому впечатлению. Он, конечно, весь такой стеклянный. Его прям вот трогать аж жалко, блин. Он прям вот реально стеклянный, такой красивый. Сейчас, ребят, пока просто расскажу свои впечатления. Потом я его вблизи прям покручу, поверчу. То есть, вот у него два динамика здесь этого, да. Карман-кордон. Карман-кордон. Вот он, эта кнопочка GPU-турбы. Туго так, туго. Я думал, он будет хлиповать. Нет, классно, что туго. Ну что, быстренько просто глянем все в комплекте, в принципе. Ну, вот у них они любят такую толстенькую зарядочку уложить, как всегда, да. Оп. Такой сундучок. Здесь скрепочка. Ну и... Собственно, здесь вот... А, хорошо, переходничок положили. Короче, здесь переходничок для наушников. Потому что здесь нет 3,5 миниджета вот этого самого. Так. Документация. Ну и кабелечек. Вот так вот запакован, в принципе, обычно стандартный. Да, конечно. Дорого выглядит. Реально, говорю, просто дорого так выглядит. Тот намного дешевле выглядел, ребят. Вот этот вот планшет 4,64, который без турбо. Он нет, он такой... Ну, он выглядел неплохо. Но вот это белое, как-то... Я сначала думал, что как вроде закос под iPad, там, туда, сюда. Нет, нет. И синий, вот он переливается. То есть, понимаете, вот... Сейчас покажу вблизи. Он прям переливается. Не знаю. Но по весу, вот, опять же... Блин, мне МИМАКС практически не самое. Ничем не уступает. Вот в размере-то понятно. А вес... А по весу, знаете, я вот разницы вообще не чувствую. Так, ну что, первое включение. Ну нравится, прям нравится. Только бы не разочаровал, как тот. Вот лишь бы только вот... Вот дернулся сейчас. Дерг. И пошло. И пошло. Поехало. Я уже скатился к вам сюда. Вот так. О-о-о-о. Кстати, заряжен. Красиво. Вот так, смотрите. Сочетание, да? Смотрите, какая из-за... То есть, как бы синий. И это... Так, так, пока она не включена. И заставка, смотрите, как. Угу. Так. Это приятный такой клик-клик. Так. Самое главное. Где Play Market? Chrome. Chrome вижу. Play Market. Ес! Ребятушки, Play Market. Ес! Так. Теперь, что главное, что бы он еще работал. Там тоже Play Market я накатывал, но он не работал. Так-то. А. Сейчас будет вся эта канифоль. Загрузка, перезагрузка. Сейчас все сделаю. Сейчас эти... Пин-коды, шлипьте, всякие Wi-Fi. И я их покажу. Вот, смотрите. Вот здесь вот хорошо видно цвет. Как X, да, смотрите, как переливается. Нет, отлично, вообще классно. И главное, что заметил, он под разным освещением, по-разному переливается. Ну, стекло, понятно, залапывается, конечно, моментально, быстро. Вот. Ну и сочетание вот это вот, посмотрите. Все как бы, да, синее получается. Ну, такое темное. Вот так вот, главное, смотрите, освещение. Ничего, да? А раз, другой угол. Уже это. Раз, другой угол. Смотрите, просто синий. Ну, как бы, конечно. И камерой она еще это, бликует. Она бликует из-за этого это. Плохо видно, на самом деле. Ну, в общем, под разными углами он меняет свет. И плюс еще под освещением. Вот я на солнце, когда снимал, он по-другому. Свет у него был. Так как-то темнеет он стал. Ну, на самом деле он другой. Не знаю, ребят. В общем, на самом деле он, как бы, вот сейчас похоже, но нет. Он прям темнее и красивее, как бы. Вживую он лучше. Камеры что-то, видать, потому что он блестящий. Не передай. Сейчас я его в чехол. Покажу, как будет в чехле выглядеть еще. Вот та самая вот эта кнопка Turbo Edition. Такая тугая, как я уже говорил. Ну, вот качельки, в принципе, здесь, да, вот эти все. Чехол, кстати, вот с бортиками с этими стоил он что-то 300 с чем-то рублей. 320, по-моему. Нет, сел отлично, плотно. Только заду наперед. Придурок, блядь. Не идеально. Ну, не, ну так плотненько. Плотненько так пойдет. Ну, главное защита, правильно? Чехол тут уж... И, конечно, он потерял весь статусный вид, конечно, так это... Но зато да. Конечно, с чехольчиком по-увереннее он в руках, конечно, сидит. Тут вот у него бортики, как вы видите, вот по углам. Вот с Mi Max вот они. Конечно, он побольше, что говорить. Ну, блин. Я вот здесь вот ставил. Вот так вот я ставил Mi Max и вот эту вот картонку, вот которую я вырезал. Настолько я его ждал, настолько я его это вырезал. Смотрите. Очень долгожданный планшет для монтажа. Ну что, друзья, момент истины. Я сейчас ввел пароль Wi-Fi. Пробуем Play Market. Так, а почему прокрутка мне опять не нравится? Вы мне будете опять доказывать, что не так, что ли? Вот вам еще смотрите, пожалуйста. Вот для полной уверенности. Смотрите. Смотрите, прогрузил сейчас. Смотрите, я просто вот пальцем... Вот, смотрите, что происходит. Смотрите здесь. Делаю то же самое, вот. Ну что? И кто не прав? Что вы там мне пишите, обсираете, все прочее, там, дизлайки. Ну вот за что хочу похвалить, ребят, однозначно. Это то, что все-таки цвета мне нравятся больше здесь. Хотя сейчас вы, наверное, видите, что здесь они как бы тускнее. Смотрите. То есть тут больше чуть половины. Здесь ровно половина. Но как бы смысла нет. Не знаю, как камера передает. Здесь в синеву уходят. И такие они как немножко... Здесь прям такой белый. Он реально белый. И красный немножко, как бы, знаете, как амоледовский такой, покраснее. Вот, не знаю, будет вам видно разницу. Нет, сейчас абсолютно одинаковые две картинки. Тут красный прям покраснее. И белый, как листочек бумаги, как бы, получишь покрасивее. Авторизироваться получилось. Сообщения читаются. Все отлично с этим. Проблем нет. Как в прошлом было. Surprise, motherfucker! Вот, обратите внимание. Как на вот этом, на Mi Max. Лицо четко все видно. И здесь просто как блин. Как фонарь, блядь, пересвеченный и все. Вот вам и пожалуйста. Вы мне говорили, все спорили, что что-то выдумываешь. Вот, здесь все четко. А здесь просто вот, все пересвечено. И так весь ролик. Здесь просто вообще, вообще говно. По сравнению его даже с Mi Max здесь все вот отлично. А здесь все как блин, блядь. Белый. Переходничок шел. Вот сейчас я воткнул свои наушники. С простым 3,5 джеком. Видите, вот сюда вот я воткнул. Переходничок здесь, потому что Type-C получается. Работает. Работает отлично, все хорошо. Без проблем. Просто здесь я не буду вот этот момент выдергивать. А буду просто вот этот вот выдергивать. Вот. Ну, то есть Type-C. И все. А хотя лучше, конечно, беспроводными развестись. Ну что, в принципе, вот такой получился обзор. Что хотел, уже показал. Распаковку сделал. Самое главное. Обзор и так затянулся, конечно. Распаковка, вернее, затянулась. Ну, от вас я жду комментариев. И пишите, что бы вы хотели, чтобы я конкретно проверил на этом планшете. То есть, я, естественно, сделаю, прогоню его тест. Антуту вам все сделаю, покажу. Сравнение с Mi Max сделаю. То есть, на скорость работы. Сделаем так же вместе их и в Антуту прогоним. В бетчмарках. То есть, и на скорость работы. Приложение позапускаем. По батарейке погоняем. Проверим, опять же, с Mi Max. Но ваши пожелания я, конечно, учту. Пишите в комментариях, что бы вы хотели. Чтобы я показал, что-то подробнее рассказал. Или что там. Ребят, все пишите. Все прочитаю. Все расскажу обязательно. Все покажу. Пока вот такие первые впечатления. Будет еще много впереди хороших обзоров. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok